Всероссийские соревнования по сноуборду «Снежная долина-2019» завершились на Камчатке. С 19 по 23 июня в них приняли участие 61 человек, в их числе спортсмены Сахалинской и Магаданской областей, Приморского края и Камчатки, а также члены спортивной сборной команды России по сноуборду. На трассу вышли спортсмены 1999, 2003 и 2004, 2005 годов рождения. Камчатский край представляли 25 человек. Мы находимся в жерле Вилючинского вулкана, высота вулкана 1864 метра над уровнем моря. Снег отличный, весенний. Почему здесь? Потому что это самая ближайшая точка, удобная к ближайшему месторасположению какой-либо инфраструктуры в нашем городе, крае. У нас команды Дальний Восток, Владивосток, Магадан, Сахалин и сборная России по сноуборду тоже к нам приехала. Значит, они приехали посоревноваться и некоторые из них остаются на тренировочные сборы, тоже на вулкане. Первый соревновательный день 19 июня состоялись заезды в дисциплине параллельный слалом «Гигант». В пятницу спортсмены состязались в параллельном слаломе 23 июня в сноуборд-кроссе. В третий соревновательный день также прошли чемпионаты первенства Камчатского края в этой же дисциплине. Представитель Камчатки Даниил Донских победил среди юниоров 1999-2003 годов рождения. Настроение хорошее, соревнования были в штатном режиме, проходили. Очень порадовала погода, в общем, все капризы природы спрятались ненадолго. Проходил дисциплины слалом, слалом «Гигант». Я специализируюсь именно на сноуборд-кроссе. Кросс всегда сложный, я думаю. Ты победил в какой дисциплине? Сноуборд-кросс. Сложность, наверное, фигуры, которые были построены за день до стартов, к ним нужно было прикататься, нужно было время. Но мы смогли, ребята все освоились и все прошло, в принципе, на ура. Добавим, что вторым стал также камчатский спортсмен Виталий Пирогов, а третье место у Никиты Мешкова из Магаданской области.